Итак, смотрите, есть разные способы строить отношения. Веды объясняют, что если сначала начинается вот эта вот сильная тяга, будьте осторожны, начало должно быть светлым, начало должно быть в отношениях светлым и чистым, в нем должна быть чистота и желание строить отношения, понимаете? Вот это вот более правильный момент, который даст возможность создать семью. Я понимаю, что сейчас сидят в зале большинство людей, которые уже семью давно создали. И давно создали совсем иначе. Но мы сейчас должны все-таки тему-то раскрыть, потому что мы сейчас говорим о создании семьи. Потому что здесь сидят молодые люди, которые не знают, как это делать правильно. Девушки дорогие, поймите, что если вы мужчину держите на расстоянии от себя, он трезвеет. Если вы его подпускаете к себе, он трезвым уже не будет. Есть еще другой важный момент. Ответственность у мужчины развивается только на расстоянии. Если мужчина близко к женщине уже как бы прилип, то он уже не может чувствовать такую жажду по ней, как раньше. Он остывает. Он свое добился, все, ему уже нормально. Это не означает, что дальше семья будет развиваться. Она может и будет развиваться, если у нее на это хватит вот здесь. Но часто бывает так, что не хватает. Часто бывает так, что женщина тем, что она держит его на расстоянии, развивает в нем мужчину. Или он отваливается одной из двух. Если он недостоин и не готов быть мужем. Если человек, ведь понимаете, многие мужчины ведь не имеют никакой идеи создавать семью. Они хотят просто наслаждаться сексом женщиной. И поэтому они с ней строят отношения. И таких мужчин, они легко отсеиваются, если вы держите его на расстоянии. Понимаете, он отваливается легко, очень быстро. Потому что он видит, ничего не получается. До свидания. Следующее. А вам нужно создать семью. Или женщинам что-то другое нужно. Интересно знать, что мужские центры и женские устроены по-разному. Самый нижний психический центр, который отвечает за грубый секс, имеет мужскую природу. Им управляет Марс, планета Марс, астрологически. И она создает вот это стремление к грубому удовольствию половому, что от мужчины исходит. Следующий центр психический, который связан с сексуальной энергией женщины, им управляет Венера. Эта планета, в отличие от Марса, имеет более высокое происхождение. Она связана очень сильно с эстетическим чувством красоты, гармонии. Она также связана с желанием стабильности в отношениях и с желанием также достатка и всего прочего. Понимаете, поэтому женщине просто вот секс, это для нее не способ вообще испытывать хоть какое-то счастье от этих отношений. Даже низменное счастье женщина испытывает в том случае, если она чувствует от этого мужчины хоть какую-то гарантию. Она чувствует, что есть какая-то стабильность, что он может какой-то мне дать возможность испытать с ним более глубокое счастье, чем просто постель. То есть она имеет какую-то внутреннюю надежду, и когда она эту надежду получила, это называется женская вера. Тогда она открывается ему, то есть она верит ему в этом случае. Когда? Когда он достаточно тактичен, достаточно нежен, достаточно стабилен в отношениях, и есть какие-то гарантии. Понимаете? Да, даже нижний психический центр женщины так работает. Поэтому женская психика, она создана на создании семьи. Поэтому женщина должна доверять своему чувству. Она должна доверять вот этому чувству, что рано. Смотрите, как психика у женщины устроена. Мужчину просто тянет и все, он не может с собой ничего сделать. Его просто тянет, он добивается отношений. А женщина, она изучает их. Ее психика, она хоть и привязана к человеку, но у ней внутри есть контролер, который смотрит тот, не тот, тот, не тот. Правильно, неправильно делаю, что с этим начинаю встречаться. У женщины, у любой, в сердце там внутри, где-то внутри, есть сила, которая держит ее от отношений, отодвигает. Так или нет? И эта сила имеет очень важное отношение, важная, эта сила очень важна в создании семьи. Именно она имеет главное значение. Потому что именно эта сила определяет возможность мужчины развиваться в отношениях. Понимаете? Мужчина не будет развиваться в отношениях, если его подпустить близко. Не будет. Он такое существо, что ему надо добиваться. Если он уже добился, чего добиваться дальше? Он не ценит женщину. Он ценит женщину, если она действительно его держит на дистанции достаточно сильно. И в этом основа ведического знания. Ведическое знание утверждает, что держать надо достаточно долго. Лучше всего до замужества. Но для нас, как бы, эта идея кажется вообще абсолютно утопичной. Слава тебе, Господи, спасибо вам большое. Кто сказал? Где такой человек? Ну, поднимите ручку ему. Спасибо вам большое за заботу и поддержку. Спасибо. Но все равно большинство людей не способны на это. Не способны. Поэтому хотя бы чуть-чуть держать на расстоянии. Хотя бы какое-то время. Хотя бы полгодика подержите. Не можете полгодика, хотя бы три месяца. Ну, хотя бы месяц узнайте, что за человек. Это не первый день. Но есть критерии, когда можно понять, что этому человеку надо отдать свою жизнь. А женщина, отдавая себя, отдает свою жизнь на самом деле. Почему я сейчас вам расскажу, почему? Потому что мужчина, он когда половые отношения строит, что он получает? Он получает удовольствие, понимаете? Удовольствие и расслабление. У него привязанность возникает? Возникает к тому, чтобы еще раз удовольствие получить. Точно так же. Женщина что получает от этих отношений? Привязанность и зависимость. Вот что, мои хорошие, она получает от этих отношений. Она становится реально зависимо психически от этого человека. И в этом заключается проблема. Потому что, когда человек становится зависимым, он не может принять уже решение, что ему дальше делать. А если он принимает, значит, ему придется страдать. Допустим, она решила, что она не должна быть с ним. Плачет горючими слезами. Я знаю много примеров, когда женщина приходит ко мне на прием и говорит, я уже живу с чужим мужчиной, но я не могу от него уйти, Олег Геннадьевич, не могу. У меня нет сил от него уйти. Я не могу. Что мне делать? Как мне жить? Я устал от этих отношений. Сразу первый вопрос. А вы вспомните, как они возникли, эти отношения? Вспомните. Неужели вы не знали, что он женат? Олег Геннадьевич, ну так получилось. Мы попали в такую ситуацию, в которой мы поспали вместе. Ну и ничего смешного нет, кстати, мои хорошие. Ничего смешного нет. Вот смотрите. Смех означает незнание. В чем знание заключается? Если женщина остается с мужчиной, которому ее тянет в одной комнате, никого вокруг нет, тишина, она не может с собой ничего сделать. Не может. В этом заключается принцип понимания вещей. Поэтому нельзя эти отношения строить в уединенных местах. Если вы не знаете, что это за человек, женатый, неженатый, не знаете вообще его, зачем с ним встречаться в уединенном месте, где вы не защищены, вы ничего не можете сделать, у вас нет силы никакой защититься. Вы будете полностью подвержены, то есть полностью будете под его контролем находиться. Может быть, и не так. Может быть, вы и удержитесь от этих отношений снаружи. Но внутри вы потом будете об этом жалеть. Если вы в уединенном месте остались с ним, все равно вы впали в зависимость хоть так, хоть так. Все равно вы потом будете чувствовать, что и на второй раз попадетесь. Поэтому женщина не должна строить отношения с мужчиной таким образом. Не должна. Она должна с ним встречаться там, где порядочные отношения будут развиваться. Порядочные. Означает, можно поговорить, пообщаться как-то. Отношения должны сначала строиться здесь, вот здесь вот и здесь. Понимаете? В двух местах всего. Теперь вы скажете, но ведь мужчине этого не надо. Мужчина же хочет секса. Это же всем известно. Ведь так вы тебе скажете мне или нет? Не ожидал, что мужчина скажет, не ожидал. Давайте будем честными и скажу вам правду. Мужчина хочет секса. А точнее, точнее, он хочет добиться женщины. Добиться ее, понимаете? Чтобы она была его. Он этого хочет. Ну как бы потом это все вот в это превращается в конечном счете. Но так или иначе, это неплохо, это хорошо. Надо понять одну вещь. Когда у него меняется интерес, вот что надо понять. Интерес у него меняется тогда, когда женщина прилагает достаточно душевных сил для создания семьи. Достаточно душевных сил. Означает, что она сильно хочет именно семью создать, а не наслаждаться этим человеком. И когда он это увидит, он начинает трезветь и относиться к ней очень глубоко и по-человечески, понимаете? И в этой связи одна удивительная песенка мне очень нравится. Меня уже не ругает, можно попеть. Быть может ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Вот так женщина должна себя вести. Понимаете? Вот так вот чуть-чуть на расстоянии. Уже подыгрывают. Вопрос такой, как быть людям, которые хотят создать семью, когда уже возраст? Нет, не то же самое. Не то же самое. Я понял ваш вопрос, понял. Ответ очень простой. Нет проблем создать второй раз семью. Нет проблем. Вот с точки зрения возможностей, как люди думают, возможности ограничены. Нет проблем в возможностях. Потому что если вы уже будете достойны ее иметь, в этом случае человек притянется очень быстро. Очень быстро. В этом нет проблем. Пытайтесь это понять. Проблема заключается в том, что для того, чтобы создать заново семью, там вот, там вот, о чем мы в самом начале говорили, должны быть основания. Потому что не люди держат друг друга друг друга, понимаете? А держат высшие силы, держат Бог, людей вместе. Мы же не можем друг от друга уйти. А когда ушли, потом не можем создать. Понимаете? Сначала мы не могли уйти, теперь мы не можем встретиться. В чем причина? Причина не в нас. А причина в том, что мы не имеем основания. Мы недостойны. Я исследовал этот вопрос. Попытайтесь сейчас понять, что я скажу. Смотрите, когда женщина бросает мужчину или жестоко к нему относится, то у ней остывает сердце. Вообще, семью создает женское сердце. Когда женщина готова к тому, чтобы быть близко с кем-то, то ее вот эта вот теплота, она начинает кого-то привлекать. В результате создаются отношения. То есть еще раз попытайтесь понять, что именно женщина является основой семьи. То есть из нее исходит энергия любви. А мужчина – это тот, кто знает, откуда исходит любовь. Понимаете? Есть внешние какие-то атрибуты у женщины. То есть у нее есть красота, есть привлекательность. Любовь – и это все внешнее. Это разные вещи. Любовь, она исходит из теплоты сердца. И она указывает на то, что это будет долго. Понимаете, о чем я говорю? Вот теперь у меня к вам вопрос. У вас вот отсюда вот идет вот такая теплота и вера в отношения. Вот такое чувство, что это будет долго. У вас есть это в сердце или нет? Нет. Это стало появляться. Но это появилось или нет? Если бы это появилось, рядом с вами бы уже кто-то сидел. Вы поняли, да? Я понимаю, о чем вы говорите, что это стало появляться. Я понимаю, о чем вы говорите. Но вы должны также понять, что должно появиться, чтобы кто-то рядом сидел. Сердце должно очиститься от жестокости, понимаете? От жестокости прошлых отношений. Оно должно очиститься. Сердце женщины должно стать теплым, как и прежде. Для этого нужно раскаяние. Понимаете? Поэтому это не тот ответ. Так же все то же самое. Нет, не то же самое. Когда человек в возрасте означает, что он уже набедокурил. Понимаете? Он уже набедокурил. Он уже сделал глупости в своей жизни. И поэтому он не вместе с кем-то. В этом причина. Поэтому надо раскаиваться. Нужно найти себе старшего духовно наставника какого-то. И внутренние отношения с ним строить. Отношения раскаяния. Чтоб в ваше сердце вернулось то, что является основанием для создания семьи. Понимаете? Просто жить с кем-то. Какой смысл? Никакого. Надо, чтобы жизнь была глубокой, так? А у вас нет этой глубины. Как же вы глубокую жизнь сделаете? Она должна у вас в первую очередь появиться. Теперь, что касается мужчины. Смотрите, второй вариант. Мужчина бросает. Жестоко бросает женщину. Что дальше будет? Его сердце наполняется жаром. Наоборот, не холодом, а жаром. И этот жар ему не дает возможности вот эти вот глубокие отношения строить. Понимаете? Ему нужно красивее. Ему нужно сильнее и быстрее. То есть такой мужчина, он влеком вот этой идеей сильного наслаждения от женщины. В результате у него одна, другая, одна, другая, третья, пятая, десятая пошло. А если даже не пятая, а десятая, он, допустим, с одной закрепился, но он жестоко бросил женщину. Тогда в этом случае интересный момент происходит. Его начинает тянуть другим. Вот он с этой живет, а еще кого-то хочется. Понимаете? Так Бог наказывает и мужчину, и женщину за то, что мы жестоко бросаем друг друга. И это надо понять, что мы здесь в этом мире не господа. Здесь есть, кроме нас, кому-то ситуацию контролировать и управлять всей ей. Если мы, допустим, считаем себя господами, тогда давайте будем жениться быстро, выходить замуж, что-то не получается после того, как бросили. Почему не получается? Потому что есть сила, которая не дает возможность, чтобы получилось. То есть внутренняя жизнь является основанием для того, чтобы потом все было хорошо. Есть еще другие вещи, которые надо знать. Мне приходилось с этим сталкиваться. Может быть, это не каждого касается, но это касается кого-то, сидящего в этом зале. Понимаете, есть еще одна проблема. Она заключается в том, что жизнь человека вообще предназначена для другого. Она предназначена для высоких истин. Понимаете? И некоторые люди могут к этим истинам идти постепенно, а некоторым людям нужно уже сейчас их обретать. Поэтому очень редкий случай, но с такой случай бывает, когда женщине не светит семейная жизнь. У меня был такой один удивительный пример, когда женщина подходила ко мне каждый год и приезжал в один город. Я ей советовал, что нужно делать. То есть она все это делала, она раскаивалась там и все. Хотя раскаиваться было не в чем. У нее не было ни одних отношений за всю свою жизнь. Ей было уже около 40 лет. И она все выполняла по-женски, училась жить там, училась чувствовать себя женщиной и так далее. Но у нее ничего не получалось. Я смотрел на ее семейную карму, в ней был холод непоправимый. Ну просто холод из сердца и все. И ничего, никаких вариантов. И знаете, вот я посмотрел на нее, и у меня вот как-то само из сердца вырвалось. Я говорю, может быть, вам лучше в монастырь пойти? Знаете, что она сказала? Я так и знала. И на ее лице нарисовалась радость. И в сердце ее возникло спокойствие. Это избранные люди, понимаете? То есть они необычные и очень глубокие. И Бог их не пускает в личную жизнь. Таких людей бывает очень мало на этой земле. Но они тоже бывают. В основном все наказаны. Почему мы одни? Потому что мы наказаны. Но иногда бывает так, что Бог посылает человека не в семейную жизнь. Это означает, что он очень возвышен и чист по своей природе. Потому что настоящая любовь, она строится далеко не в личной жизни. Настоящая любовь, настоящая и глубокая, которую мы так сильно ищем, она живет в отношениях духовных. Если брать, допустим, монахов и людей отреченных, то в их сердцах настоящая любовь. В их сердцах можно найти настоящую любовь. И поэтому, если мы хотим возвысить наши отношения, отношения семейные, которые наполнены также эгоизмом, кроме чистоты, мы должны обязательно в своей жизни углублять веру и отношения с чистыми людьми, которые могут нам чистую любовь показать. Понимаете? Чистоту показать. И вот эта чистота, она потом отношениями между мужчиной и женщиной и движет. Потому что на самом деле во влюбленности, которую я так сильно сегодня ругал, есть один очень важный момент, два очень важных момента, которые я хочу ответить. Первый важный момент заключается в том, что влюбленность на самом деле, она возникает по воле Бога. Это Бог притягивает людей друг к другу. И второй важный момент заключается в том, что она показывает чистоту человека. Когда люди влюбляются друг в друга, они показывают, через них проявляется очень чистое что-то, светлое. На первых этапах особенно, понимаете, влюбленности. И вот это вот чистое и светлое надо запомнить, потому что во многих книжках, связанных с личной жизнью, которые писали духовные люди, я одну и ту же мысль прочитал. Она заключается в том, что если ты хочешь чистые и глубокие и верные отношения построить со своим близким человеком, вспомни его таким, как он был в самом начале. Вспомни, как это было с самого начала. И относись к нему именно так. Не меняй этого восприятия своего близкого человека на всю жизнь. Старайся сохранить его в молитвах, старайся помнить его таким и дальше. И он таким постепенно начнет становиться. И потом ты увидишь, что он такой и был. А все остальное это просто наваждение. Понимаете идею? Вот эта идея очень важна. Меня попросили сделать объявление. Это важно тоже. 17-19 февраля сюда приедет Олег Гадецкий. Это мой близкий друг. Он не такой, кстати, как я, глупый. Он очень образованный человек. И он профессиональный психолог. Он прочитает семинар «Тренинг. Уроки жизни». 17 февраля в пятницу вечером будет открытая лекция. То есть сначала будет лекция, а потом тренинг будет. Надо это узнавать в центре Ирины Медведевой, которая сейчас подошла сюда. Дальше хочу сказать, что есть организация, называется «Пища жизни». Она благодарит всех, кто проявил внимание и отзывчивость. И они также сказали о том, что за время презентации вот этого фонда благотворительного на лекциях было пожертвовано более 60 тысяч рублей. И все эти деньги пошли на кормление нищих, бездомных и так далее. То есть эта организация этим занимается. Вы можете и сейчас, ну то есть, помогать им в этих вопросах. Также хочу сделать объявление о том, что здесь также есть представители другой организации, которая называется «Общее дело». Я в Новосибирске, когда был, мы встречались с лидером этой организации. Это Владимир Георгиевич Жданов, который уже много лет пытается помочь нам избавиться от спиртного. Сейчас ситуация в нашей стране такова, что мы спиваемся. К сожалению, рождаемость очень сильно упала. И смертность очень сильно возросла из-за того, что пьянство убивает людей. Это доказано статистикой, потому что в тот момент, когда Горбачев сделал сухой закон, произошла вилка. Вот эти вот графики, они шли вот таким вот образом. Но в этот момент произошла вилка. Сильно упала смертность, очень сильно упала. И сильно повысилась рождаемость. Как раз на эти несколько лет, когда он правил. А потом, когда мы начали лить водку на людей рекой, дальше пошло вот это вот по мере увеличения продажи спиртного, рождаемость сильно падала, а смертность сильно возрастала. И сейчас ситуация такая, что разница составляет, по-моему, 400 тысяч человек в год. То есть мы вымираем. И поэтому я вам рекомендую зайти на наш сайт Жданова, если вы хотите помочь. Это общее дело. Этот человек обладает уникальной силой. То есть я это видел много раз в своей жизни. У меня есть много свидетелей того, что когда люди просто слушают его лекции, они обретают способность бросать пить. Это реально. Ну то есть можно провести статистику. Кто, послушав его лекции, в этом зале бросил пить, поднимите руку. Смотрите, есть уже 30 человек как минимум. А если у человека нет желания бросить пить, ничего страшного. Главное, чтобы оно у вас было. Понимаете, семья – это одна сила. Это одна сила. Если вы слушаете эти лекции и пропитываетесь этим желанием, значит, тогда оно перейдет и к вашему мужу. Просто не надо его мучить этим. Знание дает человеку возможность поменять свою жизнь. А не то, что его куда-то пихать. Понимаете, просто сами слушайте дома и все. Вы увидите результат. Мужа начнутся поправки. Потому что есть уполномоченные люди. Жданов – это уполномоченный человек. Он обладает силой, способностью менять сердца людей в этом направлении. И он абсолютно искренний, у него никаких политических мотивов. Он просто хочет, чтобы это было. Кстати сказать, я говорил с его секретарем, у нас был обед общий. И когда Жданов вышел по телефону разговаривать, то она мне сказала, Олег Геннадьевич, я боюсь за его жизнь. Ну то есть человек рискует, потому что он восстал против этого алкогольного бизнеса один. Понимаете? Мы должны его поддержать. То есть на его сайте лекции можно скачать бесплатно и распространять их, просто раздавать. Записывать диски и раздавать знакомым. Такова наша помощь в этом проекте. Если хотите еще как-то помочь, тут есть столик, можно поговорить. Также хочу сказать вам, что Центр психологии Ирины Медведевы, который очень благодарен за эту аудиторию, это ее работа. Центр Ирины Медведевой переехал ближе к Центру. Две минуты пешком от станции метро Римская. Теперь покупка билетов на эти лекции и другие мероприятия будут в этом месте. Работает с 10 до 20 часов. Ежедневно без выходных. Чуть попозже я вам представлю одного из своих наставников, который решил тоже начать читать публичные лекции, но у него будет тема такая более серьезная. она называется «Как найти себе духовного учителя». То есть это не касается какой-то одной традиции, это общие принципы, как найти наставника или духовного учителя будет разбирать. Это очень возвышенный человек, он монах, он никогда не был семейным человеком, и он очень глубокий. И я надеюсь, что вы не будете на него ругаться, когда он будет читать свою лекцию. Ну ладно, хорошо. Олег, пожалуйста, выйдите на сына. Я хочу его представить. Я хочу извиниться перед этим человеком за то, что я сегодня не смог прочитать лекцию как надо. Наверное, Господь меня чем-то учит. Скажите что-то. Я не знаю, когда будет ваша лекция. Я так понял, 21-22 февраля. Это все будет на сайте. А, да, 22-23 февраля. 22-23 февраля. Где пока не здесь? Нет. Ирина Медведева. Вся информация будет там. Я решил, что эта тема, так как Олег Геннадьевич постоянно говорит о духовных наставниках, я думаю, что многие интересуются, как его найти, этого духовного наставника. Ну, понятно, иконы – это хорошо, а живьем-то где они? Вот. И он попросил меня, чтобы эту тему я подробно осветил. И я буду касаться принципов, принципов, которые универсальны, независимо от того, какой конфессии вы придерживаетесь. Эти принципы одинаковы везде. И будет две лекции, я подробно буду об этом рассказывать, поделюсь своим опытом. Кому это важно, интересно, приходите. Спасибо. Вот этот скромный человек является наставником всей нашей команды, там, под Краснодаром, где я работаю. И он со мной разговаривал до лекции так же. Это очень чистая и светлая душа. Вы это увидите и узнаете чуть попозже, те, кто придут на эти лекции. А? Олег Сунцов. Я его знаю по духовному имени, поэтому, как бы, вот такая у него фамилия. У него есть сан священника и духовное имя так же. Ну ладно, это другая тема. Давайте lieюююююююююююююююю Продолжение следует...